Грязная тушевка это огромная проблема в макияже и в основном она встречается у тех, кто как раз-таки только-только начинает учиться наносить макияж и делать какие-то сложные макияжи, которые включают в себя больше чем один-два цвета и часто жалуются. И мне даже приходят сообщения с просьбой помочь в этом деле, как научиться тушевать, чтобы это выглядело красиво, чтобы был виден постепенный переход, чтобы был виден красивый градиент вместо какой-то непонятной грязи на глазах, там где все усыпается, там где все смешалось. И если посудить логически, то грязная тушевка и грязь в целом на глазах появляются естественно от темных оттенков теней. И здесь как раз-таки я хочу поделиться главным советом, если у вас получается грязная тушевка, на время вообще забудьте о темных оттенках теней. Вот я вам хочу показать на примере, что я имею ввиду, вот это моя палетка, которую я наверное чаще всего использую, LORAC PRO. И здесь если посмотреть на то, какими оттенками я чаще всего пользуюсь, то это в основном вот эта вот светлая гамма. И что касается вот этих вот трех последних оттенков, то я ими пользуюсь очень-очень-очень как бы деликатно, еле-еле касаясь кистью и еле-еле касаясь этим цветом глаза. Этими оттенками нужно пользоваться очень стратегически именно в той зоне, там где нужно затемнение. Я никогда не возьму вот такой вот черный цвет или вот даже такой темно-коричневый и не начну его вот так вот растушевывать по веку, потому что это 100% приведет к тому, что у меня много осыпется под глазами. И в целом этот оттенок настолько забьет площадь глаза, что потом как бы какой-то переход создать будет очень сложно. В основном, что я вам хочу посоветовать, это сосредоточиться на светлых тонах матовых и стараться делать постепенные как бы растушевки от светлого к темному, а не наоборот. Потому что от темного к светлому работают в основном уже профессионалы, которые знают в общем-то как что нужно наносить, знают как не переборщить с цветом. Для новичков в принципе рекомендуется работать от светлого к темному, то есть сначала вы наносите самый светлый оттенок, потом немножко темнее, то есть в основном сосредоточьтесь на светлых и средних тонах. То есть светлые тона коричневые, светлые оттенки того же розового, фиолетового, светлые оттенки зеленого, то есть не берите самые-самые-самые темные цвета. Когда вы видите в палетке вот такие вот оттенки, это значит, что их нужно использовать буквально еле-еле, то есть когда вы уже построили форму в макияже, а форма строится именно средними тонами в основном, то потом там где вам нужно углубить макияж, добавить какой-то глубины, добавить какой-то акцент, затемнение, добавить рельеф, вот именно туда маленькими кистями вы начинаете по чуть-чуть добавлять этот цвет. И всегда держите в голове правило, что добавить легко, убрать практически невозможно. Поэтому если у вас мало опыта в тушевке, то я вам советую изначально просто вот научиться сначала делать макияжи какими-то вот такими вот средними тонами, а потом постепенно-постепенно стараться добавлять какие-то темные. Черный оттенок у меня во всех палетках выглядит практически девственным, потому что черные тени это вообще самые сложные тени, и их можно использовать только в таких вот микроскопических порциях, которые очень стратегически наносятся в определенные места. Например, вот такой вот черный я люблю использовать во внешнем уголке глаза, там где нижнее веко соединяется с верхним, потому что у меня в этом месте как раз такой вот как завал идет глаза, то есть более впавшие глаза у меня там. И когда я наношу черный, это соединяет, скажем так, верхнее и нижнее веко, и кажется, что глаз более такой вот вытянутый, миндалевитный. Я вот даже помню себя раньше, и когда смотрела на какие-то макияжи в интернете, которые мне нравились, даже пускай это будет очень темный какой-то смоки-ай, или растушеванные какие-то внешние уголки глаза, практически черные, мне казалось, что это нужно делать какими-то очень темными оттенками, поэтому я изначально старалась вот этот темный оттенок положить на веки, и потом не знала просто, что с ним делать, потому что это растушевывалось не туда, куда нужно. Оказывалось, что черного цвета у меня слишком много убрать, это тоже довольно сложно, и я только потом уже поняла через многие годы, что даже самые темные макияжи изначально строятся в базе именно таких средних тонов, а потом очень-очень деликатно добавляются темные, и именно это создает вот такую глубину и красивый оттенок. В качестве подкрепления этой теории я вам оставлю ссылку на видео. Вы если нажмете на буквочку А в уголке экрана, то это вас перенесет на видео с техникой растушевки теней, которая именно идет от светлого к темному, и там вы увидите, как я мешаю оттенки, как я варьирую вот именно средние тона, и как используя даже сугубо средние, уже получается достаточно гармоничный макияж, и когда я добавляю темный, он, конечно, уже такой вот более законченный, но для того, чтобы начать тренироваться, вам достаточно и просто на средних остановиться. На этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, что я вам хоть немножко помогла. Обязательно тренируйтесь, потому что в растушевке теней нет ничего, я не знаю, такого прям уж сильно сложного, это не нейрохирургия, вам здесь не надо там заканчивать 10 лет какие-то учиться, потом 10 лет тренироваться. Я тоже была когда-то на вашем месте, тоже у меня все очень плохо получалось, но тем не менее терпение труд, все перетрут. На этом я буду с вами прощаться. Обязательно поставьте мне палец вверх, если вам это видео понравилось, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем, и мы с вами увидимся тогда в следующих моих видео. Пока!